Доброе утро! Не знаю, как у вас, но я когда куда-то собираюсь, у меня просто сумасшедший дом. Сейчас 8 утра, мы сегодня выезжаем в Карпаты, в Буковель, и я сейчас собираю свой чемодан. Покажу вам, как это происходит. Дома бардак, потому что я не успеваю, мне через полчаса нужно выйти. Я вчера просто вырубилась. В холодный сезон всегда намного сложнее собирать сумку. Вещи объемные, вещи большие, свитера, теплые штаны, ботинки, куртки. Едем в горы, я не знаю, там погода непредсказуемая, там с утра солнце, а вечером холодно, поэтому нужно брать и теплые вещи, и футболки, и на йогу. Короче, кучу вещей просто нужно взять. Я купила себе классные такие штанцы. Кстати, советую эти штаны. Не знаю, кстати, но они классно сидят, у них классная посадка, приятная ткань, приятная цена 590 гривен. Это Stradivarius. Я вам уже, когда приеду, покажу, как они на мне сидят, но не знаю, как они после стирки себя будут вести. Мне кажется, серые хорошо, а бежевые могут скатываться. И две такие худи купила. Потом здесь у меня трикотажные лосины и трикотажный лонгслив. Тут такой более пижамный комплектик, теплый зимний. Потом такой, чтобы там, не знаю, по гостинице ходить. Дальше худи, которые я ношу, скажем так, дома. Такое более домашнее теплое худи H&M. Уже оно стало домашним. Здесь у меня худи, в котором я поеду. Вот это голубое. Ну, кстати, его выровнять, чтобы немножко разгладилось. Смотрите, худи, где я живу. Единственное, я не знаю, стоит ли мне брать с собой две пары кроссовок, две пары обуви. У меня вся обувь светлая, к сожалению. Хотя у меня и одежда, в принципе, вся светлая. Поэтому я не знаю, буду ли я с собой две пары обуви. Я думала ехать в Nike Air Force, но они такие белые, блин, не знаю, короче. Одежда йога. Видите, вот я положила просто не так уже много вещей, но секция с одеждой уже реально занята практически вся. Эти, эти. Видите, у меня все светлое. У меня всегда вся одежда суперсветлая. Не знаю, как вы, но я всегда волнуюсь перед поездками. А на секундочку, поездку, которую сделала я, как бы, тем более я волнуюсь. Я знаю, что все будет хорошо. Куча вещей. Просто нужно каких-то взять организационные какие-то моменты. Мы приезжаем за день раньше, чтобы встретить девчонок, поселиться. Я покажу вам свой номер, где я буду жить. Гостиница у нас классная, с камином. Такая вообще мне безумно понравилась. У нас будет такой купол, где мы будем заниматься йогой. Ну, короче, не буду болтать наперед. Неважно, что, где, как. Сейчас главное собраться. Всегда с собой беру вот такую вот плойку. Специально круглую, потому что волосы у меня обычно на отдыхе очень непослушные. И кудрявые плойка, я могу хотя бы их накрутить, и они смотрятся как-то более натурально, что ли. Потому что если выравнивать, они просто прямые, но они пушатся. Беру свой макбук, так как я буду много монтировать. Мне нужно будет монтировать каждый день, конечно, он мне нужен. И всякие к нему причиндалы, типа зарядки и так далее. Белые носочки, это просто новенькие. Это просто праздник души. Должно быть всегда много. Я всегда беру пыльники от сумок и кладу туда все свои там носочки, трусики, лифчики, чтобы не потерять, чтобы, ну, короче, удобно. С собой три косметички. Одна косметичка, это уходовая косметика. Большая и тяжелая, потому что на целую неделю я еду. У меня еще половина чемодана свободного, поэтому свечи. Я буду зажигать себе свечи перед сном, буду отдыхать с ними. С собой я беру вот эту сумку. Это украинский бренд Satellite. С ней очень удобно путешествовать. Как я набегалась по лестнице только что туда-сюда, туда-сюда. Я на втором этаже живу. Постоянно что-то забрать. И сейчас мне этот чемодан нужно самой снести. Я взяла также очень много чая для того, чтобы угощать девчонок в поездке своими полезными чаечками. Тут и для женской энергии, и для женского здоровья, и для желудка, и антивирусные такие, ну, типа полезные, имбирные чаи. Потом взяла с собой такой санфил хлебцы. Здесь у меня мой псиллиум. И также там орешки. Я не знаю, может, успею, заеду, типа, сушеная манго. Я очень люблю. Ну, самое главное всегда, я думаю, это деньги, паспорт, йога, одежда. Убук я все-таки возьму только одну пару. Боже, я так надеюсь, что ты не очень тяжелый, дружочек. Нет, он очень тяжелый. Я, честно говоря, когда с парнем куда-то ездила, то мы брали этот чемодан на двоих. Ну, как, он там себе взял футболки, тросы и все. Больше ничего не брал. И я еще умудрялась, если там какие-то поездки, типа, в Европу у нас были, то я еще привозила с собой что-то. И даже было пару раз такое, что привозила обувь с коробками в этом чемодане. Мой маленький. Это самый сложный процесс для меня. Каждый раз, когда я куда-то еду... Масик, я буду скучать за тобой, но недолго, да? Давай, давай, давай. Кринделетик. Кринделетик, пой. Кринделетик. Мама скоро приедет. Я бы тебя с собой взяла, но тебе так тяжело будет в дороге, что ты себе не представляешь. Представляешь, как неудобно ехать в Карпаты на машине. Если бы мы ехали на поезде, я бы тебя взяла на поезде. Ты бы там был как этот, как они называются, как кондуктор. У нас тут пакеты с вкусняшками. Там я еще одну камеру с собой взяла. Короче, вещей у нас будет реально просто куча. Ну, всякая инка. Ну, и на всех. Я, наверное, на всех взяла. Можно этот пакет убрать мой? А вы его сверху поставите. Так, три девочки едут. Чуть-чуть. Да, кладите вот сюда ее, вот сюда. А я ее подопру ковриками. Походный. Надо купить еще один. Так, всем привет. Месяц ее не мыло, а потом два дня мыло. Сейчас кое-что забыло взять в сумки. Я вчера уже... Мы отправляемся. Да. Готовы, Аня? Готовы. Самая любимая часть путешествия – это заехать на заправку. Взять чай. В полном составе вот наша Яна. Наша Аня. Наша Аня. И ваша Лера. Ваша Лера. И наша Лера. Вообще, нам такое везло. У нас такая классная погода сейчас. Это классно. Поехали на Сакар. Становились. Я люблю всегда... Вы видели, что он сделал. Знаете, как мужики так одну раздрюю так... Ой, сон! Посмотрите! Это шармуха-шармуха. Шармуха-шармуха. Ну, не знаю, такой. Березняковский. Это у клиника Соболевского. Малычок сегодня. Я вам не показываю, в отражении покажу путь. Сейчас идем. Главное, шарму не есть. Лера, держи себя в руках и не ешь шарму, пожалуйста. Уже есть, если хотите, можем. Там у них разное есть. Ну, это не шарма, а у них называют это донор. Я так шармуха говорю. У них есть донор с телятаной, с куркую. Есть овощной. Здесь, благо, есть хорошая вода. Большой выбор воды. Вы знаете, я помешана на хорошей воде. А моя любимая вода, это вот эта. Очень она мне нравится. Хочу каких-то еще напиточек. Короче, у нас есть традиция с моей подругой. Мы каждый раз, когда едем куда-то в другой город, мы покупаем печенюшки с предсказаниями. И гадаем. И что там? Сейчас, надо вытянут. Пожалуйста. Да, тут война, я съемка. Вытягивайте. Солнышко. Солнышко с мориком. А вот. А вот, да. Watch the sunrise. Buy yourself a flower. Купите себе цветы. Аня наблюдает за солнцем, Яна покупает себе цветы. А я. Loving yourself is the biggest prize. Как всегда. Заел интернет, что ли? Едем уже больше четырех часов. А я там танцую. А я там танцую. Ага, спасибо. Остановка номер три. В прошлом году она была здесь по 12 гривен. Она говорит, так это же в прошлом. А мы же ей еще 10 доплатили. Ага. М-м-м. Друзья, только что заселилась, очень хочу спать, завтра вам все покажу, сниму, у меня такой классный номер, я сейчас буду так классно спать, и никто вообще никого слышать не буду. У меня здесь, смотрите, вкусняшки, это так приятно вообще, короче, всем спокойной ночи, до завтра, увидимся.